Привет, дружище! Меня зовут Шамбо и мы продолжаем Хароники Мертана Архалас. И вот подземель Вартхала позади, ведь Марвину удалось добыть клинок Миротворец, легендарный меч из крепости Вартхал. Правда, использовать его не получается. Сначала пытался Кесель, но как только он взял меч в руки, его ударил волной холода. Кесель оказался ранен и сломлен, ведь он искренне считал себя избранным Аденеса и что именно ему суждено принести мир и порядок на остров. А в итоге все его надежды и мечты были разрушены, как только клинок его отверг. Так что Кесель расстроился, остался в гробнице и пытается собраться со своими мыслями. Также в гробнице погиб охотник Маркус, который пролистился сокровищами и не заметил то, что ловушка закрывает сокровищницу и там выпускается какой-то отравляющий газ. Так что мы потеряли приблизительно еще двух человек. И сейчас нам с Риордианом предстоит проверить, осталась ли какая-то нежить во внутреннем дворе Вартхала. И у меня такое ощущение, что там будет очень-очень много нежити, потому что я пытаюсь вынести клинок из крепости. И это последний шанс оставить клинок здесь. Так что пошли вперед. Так, арбалет, где он? Для разведки. Риордиан, пойдем. Там кто-то стоит. А, сын Волка, а что они здесь делают? Мы вновь встретились, Марвин. Как только ты вошел в мой тронный зал, ха, я понял, что ты не простой очередной наемник. Должен сказать, ты наделал немало шума своей экспедиции. А вы знакомы, что все это значит? Зачем ты привел с собой целую армию? Старые добрые маги воды. Будь уверен, я тоже последователь Адоноса. И не наврежу тебе. Но, к сожалению, я не могу позволить вам вмешиваться в мои планы. Марвин, полагаю, тебе есть кое-что принадлежащее мне. Пришло время отдать это. А ты миротворец хочешь забрать? Ну, как бы он нам нужен, чтобы разобраться с Волкером, а точнее, заставить мага водить да и действовать? А может, он не миротворец имеет в виду? Потому что у меня есть еще и клинок Вальзака. А Вальзак как раз-таки предок Ульрика. А о чем это ты? Ты пытаешься выставить идиота на себя или меня. И тот, ни другой вариант не улучшит твое положение. Думаю, очевидно, что я пришел за тем же, что привело тебя в это место. Миротворец будет моим. Ну, с учетом того, что он привел армию, спорить с ним прямо сейчас не вариант. Кроме того, коль он является потомком Вальзака, а вдруг ему удастся использовать этот клинок? Слушай, Ульрик, забирай меч и давай-ка проверим. Держи. Миротворец принадлежал твоей семье на протяжении веков. Пришло время, чтобы он вернулся к тебе. Марвин, не делай этого. Миротворец нужно доставить ему на столь. Это единственный способ, наконец-то, доставить магов остановить безумие ростовчика. Успокойся, маг. Уолкер — это всего лишь пешка в большой политической шахматной партии. Его безрассудным, агрессивным действиям можно положить конец. Ты принял верное решение, Марвин. Великолепный клинок. Достойный правителя острова. А ты прав. Мир действительно принадлежит тебе. Когда китель пытался вытащить его из ножен, то его заморозило до костей. Не сравнивай меня с жалким фермером. Я наследник Вальзака. Лидер сынового волка — единственный законный защитник этого острова. Мы, люди веками, были верны Атанасу. Виротворец, это моя судьба. Ты оказался более чем полезным. Как и я думал. К сожалению, здесь твои приключения заканчиваются. Я ценю твою помощь, но не могу рисковать тем, чтобы ты или твои спутники каким-то образом вмешивались в мои планы. Вас отправят в подземелье волчьего логова. У тебя будет еда и питье в избытке. И кто знает. Если все пойдет по-моему, а ты будешь вести себя прилежно, то снова сможешь увидеть свет в ближайшем будущем. Приготовьтесь, выступаем. А ты выведи всех остальных из руин. Тебе предстоит отправиться их всех в подземелье логово, если не попытается сбежать, прикончи их. Вот так-так. Ну, давай драться. Хе, это не ты спускался вроде к Заянам. Ну, так-то да. Я, кстати, пытался ему помочь, между прочим. Ага, да, что? А, из-за тебя Ян мертв. Ты хладнокровно убил его. Что ж, Рик сказал мне отправить тебя в подземелье, но, к сожалению, ты был настолько глуп, что попытался сбежать. А, передай сообщение магам. Они должны знать об этом. Черт. Ну, Риордиан не мог пожертвовать собой. Как ты попал сюда? А, Риордиан? А где Риордиан? А что значит, где? Он отправился с тобой в эту безумную экспедицию. Что там произошло? Почему ты вдруг появился здесь? Ну, Риордиан меня телепортировал сюда вот сам. Видимо, решил сдаться в плен. А зала Вардхала оказались полны нежитий и ловушек. Лишь немногим из нас удалось выжить. А чего ты ожидал отправлять в проклятую крепость, которая была заброшена десятилетиями? В таких местах сосредоточения силы Биэлера. А что с Кейселем и Риордианом? Они тоже мертвы? Они оба живы, или, по крайней мере, были живы, когда я видел в последний их раз. А нам удалось найти часовню позади сокровочницы в руинах. Именно там, среди груды золота и прочего веттиквариата, на богато украшенных весах лежал миротворец, меч из легенд, ради которого мы отправились в экспедицию. Ты нашел миротворец? Это невозможно. Мы все думали, что это всего лишь легенда. Покажи мне его. А с этим уже может быть проблема. Когда мы покинули руины, Ульрик уже ожидал нас о своей армии. Он батареял меч и прекратил нас всех убить. Трудно было вести переговоры, когда на нас были нацелены десятки арбалетов. Именно Аданаса Ульрик. Кто мог предположить? Вардхаллор — это руина плота сына Волка. Конечно же, он не хотел, чтобы чужаки тревожили место покоения его предков. Да и в конце концов, миротворец принадлежит ему по праву наследования. Но войско и угрозы — это на него не похоже. Он всегда думал... Я всегда думал о нем, как о спокойном мураве и навешанном человеке. А все по-прежнему это не объясняет. Но вдруг, как ты оказался посреди нашей часовни? Что там еще произошло? Так, ну давай-ка я расскажу про кеселя. Хотя, погоди. Кесель пытался завладеть мечом. Магам это, наверное, не понравится. Потому что все-таки Ульрик — наследник. Этот меч нужно было доставить им. А тут, оказывается, кесель решил прибрать меч к рукам. Они и так хотели распустить кольцо воды, так вообще будут недовольны и, наверное, сгонят кеселя. Я попробую про это умолчать. Риордиан спас меня. Ульрик оставил несколько своих людей, чтобы они сопроводили нас в подземелье. Однако у них на нас были другие планы. Они достали свое оружие и собирались напасть на нас. Но Риордиан в последний момент использовал какое-то заклинание, и я оказался здесь. Он не только стал магом, но уже и сумел телепортировать другого человека. Должно быть, Атонос действительно отарил его большой милостью. Надеюсь, он ему помог и в этой ситуации. И Риордиан сейчас тоже в безопасности. Найдемиротворец Кесель попытался вытащить его из ножен. Но ничем хорошим это не закончилось. Как только он вытащил меч, из него вырвалась ледяная волна, тяжело ранившая кеселя. Однако сильнее тело был сломленного духа. А что ты под этим подразумеваешь? А кесель полностью сломался. Он верил, что именно ему суждено стать обладателем миротворца. Он хотел отомстить и принести мир на остров. А когда он понял, что меч предназначался не ему, я увидел пустоту в его глазах. Высокомерный Кесель, так как он смеет даже верить в то, что жалкий смертный может владеть артефактом Атоноса. Вместо того, чтобы быть покорным орудием в руках своего бога. Своим высокомерием он пришел к тому же. К чему и все эти фанатики Инна Сейбелера. Ну, все-таки смертный может владеть клинком, как показал Орлик на практике. Но Кесель надеялся, верил и сломался. А где настоятель? Он должен узнать о том, что мы нашли меч. Он хотел своего чуда, и он его получил. А сколько же еще хороших людей должно умереть, чтобы вы наконец вмешались? А расставщик наконец должен принести наказание за свои преступления. К сожалению, настоятель не может сейчас показаться. В прошлой ночи его здоровье значительно ухудшилось. Он не в состоянии ни двигаться, ни говорить. Наверное, так нехорошо говорить, но я надеюсь, что настоятель в ближайшее время сменится. Потому что... Текущий Архимаг просто невменяем. Почему бы вам просто не дать ему зелье, который он отобрал у нас Риордианом? К сожалению, парень, в его случае вряд ли поможет хоть какое-то лекарство. Аденос и так был очень добр к нему в плане токалитии здоровья. А сейчас, прежде всего, настоятель должен отдыхать. А нам остается лишь молиться за ступничество нашего бога. А позволь мне спросить у тебя еще кое о чем. Когда ты говорил о Мираторсе, ты упомянул некие весы, на которых он лежал. У тебя, случайно, нет их при себе? Ну, так-то и есть. Я их тоже подобрал, потому что подумал, а вдруг они помогут снять проклятие с этого клинка. А какое сейчас это имеет значение? Когда я был моложе, меня чрезвычайно увлекали любые истории о забытых предметах и потерянных местах. А не думай, что простые весы оставили бы в столь важном месте, в глубине древней крепости. А если мои подозрения подтвердятся, возможно, ты держишь в руках чрезвычайно старый и ценный предмет, обладающий могущественными свойствами. Весы. И каким образом они... Какими свойствами они могут обладать? Они же просто используются для поддержки меча. А пока я их не увижу и не могу точно сказать. Я себе представил картину. Марвин сражается с Улериком или Волкером, получив вооруженным весами. Это было бы... интересно. А вот... Милостивый Адонос, этот предмет определенно старше, чем серуин Вальзака. Я должен кое-что проверить. Марвин, следуй за мной. Ингальф, может ты наконец объяснишь нам, в чем дело? А брат, закончи свою молитву и приходи в мой покой. Похоже, мы вот-вот завершим прорыв. И началась новая глава. И это значит... Нужно рендерить, потому что звук будет отставать от видео. Я счастлив. Итак, битва за город. Но с другой стороны, Улрик посчитал себя истинным правителем всего острова. Он сейчас получил клинок Миротворец. И как не сейчас отправиться в город и потребовать его вернуться на Волка. Думаю... Тут понятно, что произойдет. А мои рассказы натолкнули Ингальфа на мысль. Я должен пойти с ним в его покой. Ладно, пошли. Пять часов утра. Все спят. Что могут означать эти весы? Аданас — это бог равновесия. Но это определенно будет какой-то древний артефакт. Но что он делает? Может вызвать какую-то супер-ледяную волну. Или видит... Истинное лицо человека, чтобы маги воды пришли к Волкеру, посмотрели на него, и он не смог, например, им соврать, отвечая на вопросы. Например, весы использовать на суде «Человек говорит правду или лжет». А где-то, среди моих книг, должно быть издание под названием «Балансир». Последний раз я ее читал много лет назад. И не знаю, куда я мог положить. Однако я уверен, что ты найдешь что-нибудь полезное. Я еще раз взгляну на книгу, которая рассказывает с историей острова. Когда я узнал о твоей экспедиции, я начал просматривать старые хроники из любопытства. А согласно летописям, правда, миротворцы может быть совсем иной, нежели мы предполагали. А кажется, что это проклятый клинок, который говорит со своим владельцем, и тот со временем потеряет разум и возновигнет себе ледяной трон? А я должен найти в покоях Ингольфа книгу под названием «Балансил». Хм, ладно. Она просто здесь валялась. Давай тогда я сам ее прочту и посмотрю, что мне скажет Ингольф. Так, «Балансил». Вот она. Книга, которую Ингольф поручил мне найти. И прочесть я ее сам не могу. Но, видимо, Марвину неинтересно. Ладно, Ингольф, держи, вот она книга. А твоя книга у меня? Отлично, покажи мне ее. Хм... Невероятно. Столько лет никто не мог до этого додуматься. Как только мы могли быть настолько слепы. И ты прозрел, куда идешь? А тут пришел... Ногер. Так ты просветишь меня, наконец? А похоже, что миротворец это вовсе не меч. Один из переводчиков первой письменной истории Архаласа допустил ошибку. В оригинальном тексте говорится, что правители древнего Архаласа поддерживали мир с помощью клинка предков и миротворца. Миротворец позволял охладить пыль в сердцах самых стойких противников, а также принести истинную справедливость и равновесие между людьми. Союз И исчез из некоторых переводов, а последующие исследования и возникшие легенды только это укрепили. Таким образом, клинок предков и миротворец стали одним и тем же объектом для будущих поколений. Сам подумай, насколько лучше звучит история, где меч это и есть миротворец. По крайней мере, такова теория. Это совпадает с рассказанной тобой историей. Неудивительно, что меч и весы находились рядом друг с другом. Для правителей крепости это были два артефакта, равные по важности. А как весы могут нести правосудие? Эти весы необычное устройство. Основываясь на информации из книги, которую ты нашел для меня, я смею предположить, что вопреки твоему мнению, эти весы не используются для измерения массы предметов. Магия, заключенная в них, позволяет оценить и взвесить и сценную ценность вещей. С таким инструментом каждая сделка может быть абсолютно справедливой. Подумай, сколько конфликтов можно было избежать таким образом. Автор книги не упоминает о возрасте этих весов. Он считает, что артефакт относится к древним временам, когда ведь наш мир был населен совершенно другими культурами. Он также упоминает, что в Адонасы верили уже в те времена. А чтобы наказать своих последователей за непослушание, он послал в Великий Потоп, ставший причиной того, что до наших дней дошли лишь отдельные реликвии их былой славы. Хотя эта часть истории звучит уже как выдумка, однако это не отменяет того факта, что в весах чувствуется аура, равновесие Адонаса. А ты в этом уверен, Энгольф? А как я уже говорил, это всего лишь мои теории. Однако все указывает на то, что, по крайней мере, некоторые из них верны. Думаю, про клинок тоже стоит рассказать. А охладить пыл, вероятно, речь идет о льде, исходящем из клинка. А я тоже так подумал. Однако эти невероятные весы требуют десятилетий, скрупулезных исследований, чтобы о них можно было еще что-то выяснить. И говоря уже о том, чтобы узнать все секреты того, как они работают. Тем не менее, можно точно сказать одну вещь. Ни при каких обстоятельствах нельзя допустить, чтобы они попали в чужие руки или, еще хуже, снова оказались утерянными. Марвин, я знаю, что тебя только что забрали миротворец, но я вынужден попросить тебя оставить эти весы у нас. У меня не найдется материального вознаграждения, чтобы компенсировать тебе их ценность, но я уверен, что сама-то нас благодарит тебя за этот жест во время твоей следующей молитвы. Ну, чисто технически, я не знаю, как использовать весы, кроме того, чтобы с помощью них что-то взвесить. Ладно, забирай все равно, я обещал принести вам миротворец, вот это миротворец, пусть даже он и оказал себе сами. Ах, ладно, держи. Архимаг, простите, что прерываю, но у меня сообщение чрезвычайной важности. Сигнальная башня загорелась. Что? А, что ты имеешь в виду? Что? Ты что-нибудь знаешь об этом? А, увы, нет, Архимаг. Как только мы увидели свет и дым, я сразу же даже поспешил сюда, чтобы передать информацию. Хм, мы должны ее проверить. Но, Нотгер, настоятель прямо приказал. Я знаю, что он приказал. Не забывай, что в настоящее время я возглавляю монастырь. Настоятель сказал, что мы должны дожидаться знака. Думаю, сегодня их было более чем предостаточно. Сначала его недомогание, потом открытие правды о миротворце, а теперь сигнал с башни. Кто знает, может быть, сами орки подходят к Зильбаху. Марвин, в последнее время ты много путешествовал по острову, а я не покидал стены монастыря уже много лет. Ты отправишься вместе со мной? Ну, наконец-то. Хоть кто-то дильно пришел к власти. А вы, наконец-то, решили вмешаться в дела внешнего мира? Я смиренно признаю, что ты и многие молодые маги были правы. Слишком долго мы сидели в запертии в нашем монастыре. Мы позволили безнаказию свирепствовать на этом острове. Теперь я уверен, что Адонас хочет, чтобы мы восстановили порядок. И означает ли это то, что вы позаботитесь о том, что ростовщику воздалось по заслугам? Даю тебе слово. Если этот человек виновен во всех проступках, в которых ты его обвиняешь, то заслуженное доказание не обойдет его стороной. А, Ноткер, я понимаю, что мне не отговорить тебя от этой затеи, но я верю, что ты делаешь это в соответствии с волей Адонаса. А сейчас ты стал главным, и я не смею отдавать тебе приказы, но, пожалуйста, позволь мне одному пойти с Марвином к сигнальной башне. Твоя обязанность — позаботиться о монастыре и подготовить магов на случай, если произойдет худшее. Мы не можем рисковать, чтобы с тобой что-то случилось. Надеюсь, тебе не придется ими воспользоваться. Но все же приметь и целебные зелья. Если тебе нужно подготовить снаряжение перед дорогой, то на Мастырской площади ты найдешь все необходимые инструменты и даже несколько гостей, которые будут рады с тобой поторговать. Я буду ждать тебя здесь, но поторапливайся. Нам нельзя терять времени. Определенно, Улерик напал на город. Только вот вопрос, а напали ли орки? Иначе здесь будет настоящий апокалипсис царить. Итак, естественно, Сохранейшн. Наш разговор о миротворце и ростовщике был прерван послушником, известившим об огне на сигнальной башне. Я должен добраться до нее вместе с Ингольфом. Ага. И судя по всему, я отправлюсь в последний путь. Хорошо, тогда нужно определенно подготовиться. Ингольф, слушай, а ты не продашь мне зелий? Нет. Он мне ничего не продает. Плохо. Я хотел у Нотгерта спросить, я не могу ли я здесь взять что-нибудь полезное. Ну, с учетом того, что маги воды решили наконец-таки хоть что-то сделать, предлагаю сделать вид, что Марвин спросил у Нотгерта, может ли он взять здесь что-то полезное, и тот согласился. И, соответственно, я обыщу весь монастырь. Итак, алтарь Аденаса, он должен мне как-то помочь. Сила 220, ловкость 24, здоровье 1280. Ну, давай я помолюсь. Жертвуете ли очки обучения? Хороший вопрос. Ну, давай пожертвую 5, ну, чтобы это была хоть немного искренняя молитва. Аденас увеличивает вашу защиту на единицу. И все? А если я просто помолюсь? Аденас благодарит вас за ваши молитвы. Аденас усилил ваш дух. Точнее, восстановил. Вроде как весы я отдал, помолился Аденасу, но Аденасу плевать на эти весы, судя по всему. Так, ладно. Кто меня ждет на площади? Это Торстен, Бадульф, Карден, Ну, давай с ними поговорим. А, Торстен? А что ты здесь делаешь? Марвин? Я бы мог спросить тоже и тебя. Так получилось, что я пришел в монастырь вместе с Локваром, вашим деревенским магом. Кто-то должен был помочь старику пересечь половину острова, чтобы он смог встретиться со своими братьями. Обычно он просил Маркуса или Стоуна этим заняться, но они куда-то исчезли. Я решил, не помешает размять ноги мне, а впоследствии смогу продать кое-какое снарешение на винограднике и слинном руднике. А может быть, тебе тоже что-то нужно? Ну, покажи-ка. А, покажи, что у тебя есть на продажу. Торстен, деревенский кузнец, торгует великолепным оружием. Интересно, как он его выковал? Ну, чисто технически, у меня самый лучший клинок наносит 220 единиц повреждений. Честь пирата я взять не смогу. И все лучшее оружие требует ловкость. Я немного поражен. Здесь требуется сила, но урон явно ниже, чем у моего оружия. А с другой стороны, правосудие Инноса. Но не имеет смысла ковать правосудие Инноса. Раскалыватель тоже. Возможно, я должен был к Торстену раньше заглянуть, купить у него эти чертежи, изготовить оружие, и тогда продать его от гору. Ладно, мне здесь ничего не нужно. А как поживаешь? Мне прискорбно это говорить. У нас все больше и больше проблем. И каждая становится куда серьезнее. А мне пора? Да, да. Не думаешь, что я не знаю твоего маленького визита в подземелье? Тебе повезло, что оттуда не пропало ничего ценного. Иначе бы Нотгер лично выпорол тебя. Напомню, что это мах, который охранял проход в библиотеку в монастыре. Я его усыпил, прошел дальше. Но он сказал, что не пропало ничего ценного. Однако я оттуда забрал, по-моему, две или три книги. Одна про искусство бронников. Другая про... То ли историю острова, то ли историю самого Вардхала. И была какая-то еще одна древняя книжка, которую я уже не помню. И он не считает, что это ценное пропало. А что там тогда было ценного? Разве ты не должен охранять вход в подземелье? В данный момент проход охраняет другую маху. Думаю, вполне очевидно, что нам нужно время от времени сменять друг друга. Возможно, охрана подземелья является отличным способом для медитации. Но всем нам время от времени нужен глоток свежего воздуха. А не мог бы ты мне дать зелье лечения? По-моему, ты не выглядишь больным. Но так и быть, возьми это зелье. Но за следующее придется заплатить. Нашему монастырю нужны средства, чтобы помогать нуждающимся. А вот это уже более адекватная торговля. Потому что, как я помню, маги огням постоянно требовали деньги. Вы верите выноса? Несите нам деньги. Ты согрешил? Неси нам деньги. А тут хотя бы ты мне деньги, я тебе зелье. Хотя нет, маги воды... Какой воды? Маги огня вином же торговали. Немного подзабыл, ладно. А давай поторгуем. Тогда я тебе продаю все млишнее. Океанский пират. Скеметар Абудуба. Свет Вардхала я оставлю при себе. Возможно, понадобится. Меч Рамзи. Чисто на память. Заточка Манфреда. Кто такой Манфред? Не помню. Оставлю при себе. Глаз Волка. Награда за победу в испытаниях сына Волка также оставлю. Легкую шпагу продаю. Магический клинок туда же. Меч Алены, как память. Цвайхендер на продажу. Молот Бена и Ильзы на память. Слобанные клинки Сну Волка продаю. 56 мечей. Неужели столько скелетов я победил? Ржавый топор на продажу, как и кинжал. Попала. Случайно продал все кирки, но я уверен, что мне не придется больше добывать руду. Хех, наивный. Ландрамский лук. Все слабые арбалеты. Ясеневой арбалет. 2000 стрел. Итак, что за зелье у тебя есть? Повышение силы. На всякий случай я куплю повышение здоровья туда же. Повышение защиты тоже. Бурно скурона заклинаний мне не пригодится явно. Восстановление здоровья я покупаю. Но у меня зелий достаточно много. Только вот я не понимаю, что мне предстоит. Предлагаю все зелья скупить. Потому что охренел узнать, что произойдет. И будет ли у меня возможность вообще пополнить их запас. А зелье восстановления магии мне не нужны. У меня их и так куча. И магией я толком не пользуюсь. О, ягодки алоэ. Царский щавель. Один, к сожалению. Снеппер траву покупаю. Потому что у меня вечно ее не хватает. Драконий корень. А что мне понадобится больше? Защита или сила? Даже если я сварю зелье из ягод гоблина, мне не хватит ловкости, чтобы поднять нормальный клинок. Плюс, я кое-что задумал. Сейчас алоэ покупаю. Руны. Точнее, свитки. Нет, свет у меня есть. Остальное вряд ли пригодится. Повышение ловкости. Большое повышение ловкости. Повышение жизни. Большое повышение жизни. Это мне известно. Известно, известно. Так вот, что я задумал. У меня наук владения двуручным оружием сейчас 66%. И, судя по всему, мне будет противостоять Ульрик. Который будет сражаться с помощью клинка предков, который он считает миротворцем. Так вот, так как Ульрик сейчас напал на город. И фактически, я уверен, что там будет какая-то резня. И он убивает жителей Архаласа. То я в качестве справедливости буду использовать клинок Вальзака. Клинок его предка. Поэтому пошли варить зелье на силу. И мне не хватит, по-моему. Так, алхимический стол. Зелье постоянного эффекта. Зелье силы. Да, всего лишь одно могу сварить, увы. Варю одно. Могу ли я приготовить еду на силу? Так, где-нибудь здесь был котелок? Котелок надо искать в столовой. А столовая... Или тут где-то есть костерок? А, не видать. Столовая, по-моему, где-то тут была. О, здорово, Карден. А как поживаешь? Если ты планируешь отправиться в чашу, помни о трех вещах. Тисовом луке, запасе стрел и крепкой выпивки, чтобы промыть раны. Хорошо, но я отправляюсь в город. А давай поторгуем? Так, у него продается всякая мелочь и ерунда, не интересует. Где здесь котелок? Не открывается. Так, ладно, я сейчас побегаю в поисках плиты или котелка, и тогда вернусь. Пам-парам-пам-пам, продолжаем. Итак, я бегал весь в монастырь, но, увы, нигде не нашел ни котелка, ни сковородки. И доступ на кухню мне закрыт. Так что придется обойтись без еды. Я надеюсь, я хоть что-нибудь приготовить еще там на силу или так далее. Здесь маги воды молятся, я не буду им мешать. И предлагаю смотреть комнаты архимагов. Там я не взломал сундуки до этого. Просто давай представим, что Марвин попросил помощи у Нотгера, и тот сказал, возьми все, что тебе может пригодиться. Так что давай посмотрим, что здесь есть в сундуках. Буду использовать взлом замков, чтобы это сделать побыстрее. Итак, сундук номер один. Зелевосстановление маны и отвар из серафиса. Не то, чтобы мне пригодились. Далее, сундук номер два. Скорее всего, тоже заперт. Да, теперь открыл. И здесь у нас... Порошок из магической руды, чистый пергамент и зелевосстановление здоровья. Это весьма неплохо. Побежали наверх. Ни у кого в комнате нету вообще плиты или чего-то еще. Видимо, здесь едой строго. Практикуют аскетизм. Не хотят себе готовить, заставляют только послушников это делать. Так, следующий сундук и здесь 75 монет. Пригодятся ли они мне? Вряд ли. Далее. Две старые монетки, святая вода и кольцо воды. Для мага полезно, для меня, увы. Все эти стенды я читал. Там рассказывается о том, что главный архимаг, тот еще негодяй. И золотой сундук. Эликсир духа, бонус к максимальной мане. Буря, рудный самородок и знания о магии четвертый круг. Нет, ну четвертый круг магии мне уж точно не пригодится. И коль рядом алхимический стол, давай я сварю все, что можно. Оказалось, что не так много я могу сварить, всего лишь парочку зелий. Ну и теперь пью зелье на силу. Сила 223 единицы. И нужно стать сильнее на 7 единиц, чтобы поднять клинок вальзака. Конечно, я мог бы использовать какой-либо амулет или кольцо на силу. Но мне нравятся мои кольца, которые дают дополнительную защиту. А он... Да ладно. Я ношу кольцо, которое дает бонус к силе. Не ожидал. И амулет матери я не планирую снимать. Так что с помощью книги Искусства Мечников придется сейчас повысить характеристики. Так, где она? Коридоры Вардхала. А боевое мастерство Сына Волка. Итак, сила. Очень дорого, но ладно. Плюс 5. Это 228. 229. 230. Теперь я могу поднять клинок. Правильно ведь? Да, ровно 230. И мне кажется правильным, если мне предстоит сразиться с Ульриком, сделать это именно клинком вальзака. Ну и плюс, я достаточно быстро им орудую. Честно говоря, я подобного не ожидал. Арбалет можно убрать. Чтобы клинок покрасивше выглядел. И теперь развивать только двуручное оружие. Надеюсь, на 100% мне хватит. Хватит очков обучения. Двуручное оружие. Раз. Ага, 10%. 15. 20%. Итого получается уже 86. 25%. 30. По-моему, уже не хватит. Там недостаточно очков обучения. Сколько осталось? Осталось 1 очко обучения. И на уколодение 96%. Буквально каждый удар критический. Ну и как бы... Я готов. Побежали к Энгольфу. А с другой стороны, я мог бы выковать двуручный клинок. Точнее, не клинок, а то ли молот, то ли топор, который наносит 240 единиц повреждений и еще пробивает броню. Ну, чисто посмотреть, как он выглядит и так далее. Кстати, а могу ли я? Нет. Аданас не позволяет мне спрыгнуть с моста и отправиться по своим делам. Просто я думал, может, я тут спрыгну с моста и смогу приготовить еду. Я могу толучить виноград, но готовить еду не получается, увы. Марвин, ты как-то неправильно куешь оружие. Конечно, я понимаю, что ты мастер и тебе виднее, но все же. Так, искусственное оружие. А, буря моряка мне не нужна. Так, где ты? Древнее копье нет. Крушитель. Как и назло, сердца каменного голема нет. То есть, дробящий урон 240 и пробитие доспехов еще 25. То есть, у него урон даже выше, чем у клинка Вальзака, но... Где взять сердце голема? Помнишь, я давно еще говорил, что... Вот я уничтожаю големов, а вдруг мне потребуются их сердца. И действительно понадобились. Так, давай поторгуем. Мне кажется, у него не будет сердца голема. Да, у него мелочевка. Ну и у Кардена тем более. Он не такой сумасшедший охотник, чтобы пытаться поймать голема и вырвать его сердце. Ну да, кожа баллотажера. Панцирь. Жир. Ладно. Больше у меня ничего при себе нет. Ну и пошли тогда. На всякий случай сохранение. Так, неудачный кадр. А, в путь. А будь осторожен. Мы не знаем, что нас там ожидает. А следуй за мной и никуда не отходи. В смысле, следуй за тобой. Ты вроде как мах, и желательно, чтобы мага кто-то прикрывал, и мах не ступал в бой. Ладно. Понятно. Прикрываю как могу. Отлично. Широкий взмах клинка, и никто не устоит. Молодцы, но волка и мелочевка. На всякий случай, на всякий случай я подбираю ее, потому что вдруг у них будет какая-то важная записка, приказы Ульрика и так далее. Так, больше ничего нет. Кстати, сковорода. Именно ее я и ждал. Хорошо, попробую сейчас что-нибудь приготовить. Пам-парам-пам-пам, продолжаем. Итак, я приготовил еду из яблок, потому что есть подозрение, что еда из яблок, если ее поедать, тоже мне даст силу. Так как если есть очень много яблок, я увеличиваю свою силу. О чем я до этого не подумал. Кстати, и весьма зря. То есть, наверное, тогда навык двуручного оружия мог быть 100 единиц, а силу я поднял бы с помощью яблок. Яблок, но кто знал, что я найду сковородку? Так, сила еще плюс один. Марин, как в последний раз ест. Мне вот интересно, может малина тоже что-то дает? Потому что я ее просто тонус копил. Ну хотя, сыр тогда тоже мог бы что-нибудь давать. У меня аж 104 единицы сыра. Итак, шарлотка. Для ее приготовления требуется 5 яблок. И у меня 20 шарлоток. Я надеюсь, что Марин не лопнет. Сила плюс один. Где-то, наверное, единиц 240 силы будет у меня. Итак, осталось еще две. Одна. И я еще приготовил. Сейчас вспомнить бы что. А вот он он. Деревенский яблочный пирог. Заодно я ману восстановлю. Странно, пирог мне ничего не принес. Итак, 237 единиц силы. Да, на уколодине был бы 100. И сила была бы нужной. Нужной. Бывает. Ошибся. Люди Ульрика никогда бы не позволили себе такого. Зачем им нападать на сигнальную башню? Разве что... Быстрее. Нам нужно кое-что проверить. А Зильбах выглядит нетронутым. Мне отсюда не видно город. Нам нужно забраться повыше. Нет, этого не может быть. Ульрик человек чести. Он не посмел бы совершить такое. А о чем это ты? Видимость не лучшая. Но если мои глаза меня не обманывают, то над городом появилось зарево света. Можно даже увидеть дым облака. В обычной ситуации я бы подумал, что это просто пожар. Но сын и волк на сигнальной башне. Это не может быть совпадением. Ульрик напал на город? Это была бы отличная возможность для него. После отбытия королевского посланника город оказался очень уязвим. Есть только один способ это выяснить. Я вернусь в монастырь с остальными магами воды. Даже если это просто городской пожар. Им все равно пригодилась бы наша помощь. А зачем Ульрику идти на предательство? Ты же говорил, что он человек чести. Потому что он не считает это предательством. Он по-прежнему уверен, что весь сёстр должен принадлежать его роду. Даже в юности у него было огромное желание освободиться от владычества мертанцев. Мы думали, что с возрастом он станет мудрее и смыленнее. Но похоже, он просто выжидал подходящего момента для атаки. И не чекал на догодный момент, чтобы удачить. Когда мы были в Артхале, он куда-то отправился с большой частью своих воинов. А в тот момент я был слишком озабочен дюжиной арбалетов, направленных на меня. Но теперь, кажется, всё начинает проясняться. Так это идеальное время, чтобы привлечь расставщика к ответственности. Я знаю, многих людей из города мы должны им как-то помочь. Я устал от борьбы и убийств. Нет, ну это вообще не вариант. Если Ульрику не помешать, он захватит власть. Потом он придёт в монастырь. Нет, ну он, конечно, не будет мага воды убивать. Но, скорее всего, потребует выдать Марвина. Потому что он представляет всё же опасность. Вот сказать про расставщика, мне кажется, это Ингольфу не понравится. Потому что тут люди умирают. А ты думаешь, о какой-то месте, чёрт подери, Марвин, что с тобой? Плюс я действительно многих знаю из города. И нужно им как-то попытаться помочь. А я знаю многих людей из города. Мы должны им как-то помочь. Время не в нашу пользу. Но без оставшихся магов у нас нет шансов противостоять целой армии Ульрика. А я не стану ждать, пока моих сагильдидзев и друзей убивает какой-то безумец. Я отправляюсь немедленно. Твоё сердце переполнено тревогой за близких. Но ты должен сохранять спокойствие и здравомыслие. Твоя смерть никак им не поможет. А в таком случае мне придётся ещё немного пожить. Своим смирением и верой в других я сгубил собственного брата. Кто знает, если бы я лично всё взял в свои руки, возможно, сейчас бы мы были недалеко отсюда. Я справился со многими опасностями, которые меня поджидали. И ещё одно меня не впечатляет. Битва за город. А я преодолел насыпь, в которой кто-то перекрыл ворота и оказался в городе. Может быть, в разгаре этого хаоса мне удастся добраться до Ростовщика? Ну, возможно. Кстати, а сколько по времени прошло? Ну, а времени прошло достаточно много. И мне кажется, осмотр всего города займёт не меньше часа. Поэтому предлагаю всё же на сегодня закончить здесь. А в следующей серии сразиться за город. Найти Ростовщика. Скорее всего, его покарать. И что-то сделать с Ольриком. Не знаю. С одной стороны, он как бы прав. С другой стороны, сейчас идёт война. Орки угрожают острову. Он нападает на город. Тут царит хаос-апокалипсис. Зачем это? Плюс куча невинных погибнет. Скорее всего, Ольрика ждёт незавидная судьба. Ну, ладно. Это всё в следующей серии. А на сегодня спасибо тебе за просмотр. Если понравилось, ставь лайк, оставляй комментарий. Подписывайся на канал. Спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.